В Краснодаре продолжается строительство нового корпуса гимназии номер 92. Дополнительное здание для начальной школы введут в эксплуатацию уже в следующем году. Оно сможет принять три сотни учеников в одну смену. Специалисты уже приступили к бетонированию фундамента. О том, как движется работа, расскажем далее. Гимназия номер 92 – один из лидеров Краснодара по количеству победителей и призеров Олимпиад и всероссийских конкурсов. Местные педагоги занесены в золотую книгу образования города. Современный корпус и дополнительные места для учащихся – достойный и заслуженный подарок и взрослым, и детям. Новое трехэтажное здание возводят на месте старой одноэтажной пристройки и аварийных хозпостроек, которые располагались здесь еще совсем недавно. Мы это ждем, перейдем на одну смену тогда. И это же намного улучшить учебные процессы, дети так уставать не будут, потому что тяжело всем. А сейчас мы на две школы вообще, потому что одного здания аж нет, снесли его. И мы сейчас в 43-й школе, у нас часть детей обучается во второй смене в 43-й школе, а не вот тут пять минут от нас. Всего в 38 классах гимназии сейчас обучаются около тысячи ребят. Как рассказала директор, стройка, расположенная по соседству, ничуть не мешает учебному процессу. Новый корпус начальной школы на 300 мест в одну смену соединят с основным зданием переходной галереи. Его возводят в рамках краевой программы развития общественной инфраструктуры муниципального значения. Каждый социальный объект, это знаковый объект для города Краснодара, здесь сомнений не должно быть. Потому что, как я и говорил, никаких срывов сроков, никаких перенесения сроков, отложек и так далее, вообще это даже не обсуждается. Объект должен быть введен в эксплуатацию непосредственно в следующем году. В настоящий момент работы на так называемом нулевом цикле. Специалисты снесли старые постройки, очистили территорию, вырыли котлован, засыпали и укрепили грунт, а после приступили к армированию и бетонированию фундамента. После завершения строительства общая площадь здания будет превышать 4000 квадратных метров. На первом этаже будет располагаться пищеблок и столовая, на втором этаже актовый зал на 246 мест, на третьем этаже гимнастический зал и спортивный зал. Как я сказал, работа идет в графике. До конца года будет отлит монолитный каркас и уже ведется подготовка металлоконструкций под кровлю. Материалы все закуплены. Здания адаптируют для учеников с ограниченными возможностями, а кабинеты оснастят современным оборудованием. Сейчас на объекте трудятся 18 человек. По словам подрядчика, в ближайшее время специалисты начнут работать в две смены, чтобы не сбавлять темпы. Евгений Первышев отметил, что пока позволяет погода, нужно побыстрее вывести стройку из нулевого цикла. Напомню, что в этом году в Краснодаре свои двери для детей распахнули две новые большие школы и два дополнительных корпуса. Пять общеобразовательных учреждений находятся на стадии строительства. Еще 27 социальных объектов на стадии проектирования.